Политики должны говорить с избирателями предельно откровенно, решать реальные проблемы, оправдывать доверие людей ежедневной конкретной работой. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече в Кремле с членами думской фракции «Единой России» и экспертами, представляющими профессиональные сообщества. Обсуждали самые важные вопросы, которые волнуют миллионы россиян. Индексация пенсий, цены на продукты, расселение аварийного жилья, зарплаты учителей. Все подробности в репортаже Павла Краснова. До дня голосования осталось совсем немного, 12 дней. На предстоящих парламентских выборах единороссам предстоит в очередной раз давать экзамен на право называться самой влиятельной политической силой в стране. Речь главы государства перед будущими парламентариями звучала словно напутствие. Избирательная кампания завершается, она потому и называется избирательной, потому что скоро выборы, а избиратель в центре этого процесса. То есть в центре этого процесса в конечном итоге всё-таки не те, кого избирают, а те, кто избирает. Вот именно эти люди должны находиться в поле нашего внимания, зрения, постоянно. Всё, что представляет интерес для конкретного российского гражданина, всё важно. И вопросы внешней политики, безопасности и обороны, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальные вопросы в целом. Всё важно. Важно всё, что представляет интерес для жизни каждой российской семьи, каждого российского человека. Доверие людей очень важно. А для того, чтобы это доверие возникло, нужно чувствовать, чем люди живут. И нужно предельно откровенно не бояться ничего, говорить правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для решения задач, перед которыми сторона стоит. Вот если, во-первых, люди у нас, даже если в деталях какой-то проблемы не знают, они часто сердцем чувствуют, вот где правда, а где ложь. Где пустые обещания, а где желание, реальное желание и стремление конкретного человека, в данном случае депутата будущего, изменить ситуацию к лучшему, решить реально ту или иную проблему. Это люди сразу улавливают. Фальшь не проходит никогда. За последнее время претенденты на депутатское кресло провели с избирателями немало встреч. Выезжали в регион и беседовали с людьми, собирая их отклики на работу чиновников. В результате получился срез общественного мнения, какие проблемы волнуют граждан России больше всего. Список знакомый. В нём, как и раньше, дороги, ЖКХ, образование и медицина, зарплаты и пенсии. Например, пенсионеры на этих встречах спрашивали об индексации выплат. В этом году, по решению правительства, все пенсионеры получат единовременную помощь в размере 5000 рублей. Я хотела бы сказать о том решении, которое вами было принято и которое касается 44 миллионов наших пенсионеров. О той дополнительной индексации в объёме 5000 рублей. Спасибо вам за то, что несмотря на возражения Министерства финансов и Министерства экономического развития, такое решение приняли. Ни в Министерстве финансов, ни в Министерстве экономики, ни в других министерствах и ведомствах правительства Российской Федерации нет злобно настроенных людей, которые хотят совершить какую-то гадость и чего-то не додать нашим гражданам. Там работают очень профессиональные люди, которые думают о последствиях каждого шага, который мы предпринимаем. Они, анализируя всё это вместе, стремятся не то, чтобы не додать, стремятся не разрушить пенсионную систему, чтобы она на следующем шаге не столкнулась с проблемами, которые мы не сможем преодолеть. Но в то же время, я не могу с вами не согласиться, вы правильно сказали, есть такие категории наших людей, которых мы называем незащищёнными. Именно поэтому мы, Владимир Анатольевич, много раз обсуждали и предложения одних наших коллег, и других, и всё-таки нашли такое решение. Вот эта единовременная выплата в объёме 5 тысяч рублей, она будет равными долями выплачена всем пенсионерам, вне зависимости, работающий пенсионер или нет. Мы понимаем, как сейчас трудно людям старшего поколения, но крайне важно, чтобы в следующем году мы вернулись в обычный, привычный режим индексации. И для этого у нас сейчас есть все возможности и макроэкономические, поскольку инфляция позволяет принимать такие решения и текущего года, и, надеюсь, следующего года, и финансовые решения. Такие решения уже придётся принимать новому составу Государственной Думы. Встреча кандидатов в депутаты с работниками образования помогли выявить целый ряд вопросов волнующих педагогов и в школах, и в детсадах. Но главный из них всё тот же финансовый, причём дело не только в размере зарплаты. К сожалению, сегодня в некоторых регионах есть снижение уровня заработной платы, но педагогов даже больше беспокоит не это, а больше беспокоит то, что когда мы вводили сразу несколько систем оплаты труда, то это привело к тому, что педагоги не всегда понимают механизм начисления заработной платы и не понимают, сколько им в конце месяца заплатят реальных денег. Поэтому мы считаем, что Министерство образования должно разработать прозрачно открытую систему оплаты труда педагогов. Педагоги обращают ещё внимание и на то, что подчас невозможно понять, из каких составляющих компонуется заработная плата. И на педсовете вышли с инициативой, мне кажется, она разумная, она заключается в том, чтобы всё-таки вернуться к более высокой гарантированной части. Ну вот не жёстко навязывать, что там 80% это оклад, а 20% это премии, но всё-таки гарантированная часть, она не должна быть там 10%, когда педагог полностью зависит от всяких других выплат. А всё-таки, чтобы в структуре заработной платы эта гарантированная часть была более весомой. Я такое поручение дал, так что мы работаем. Нужно, чтобы новый министр доложил на председателя правительства обязательно и разработали систему информирования, чтобы было понятно и ясно, прозрачно и, как сейчас модно говорить, транспарентно, как и сколько нужно начислять денег учителям и различным категориям преподавателей, преподавательскому составу по месяцам и по году в целом. За последние годы, как было сказано на встрече, в области образования удалось решить немало застарелых проблем. Практически исчезла, например, очередь в детские сады. Будущие законотворцы смогут вплотную заняться другими не менее важными вопросами, например, охраной детского здоровья. Я, как детский врач, хотел бы обратить ваше внимание и попросить поддержки по проблеме совершенствования системы школьной медицины. Такую задачу ставят перед нами родители, такую задачу ставят перед нами педагоги и даже детские врачи. И на самом деле мы понимаем, что дети проводят в школе большую часть своей жизни. Уже есть запрос на отдельный закон, закон об охране здоровья детей. Решение этого вопроса, оно позволит нам сделать серьезный шаг вперед. И по моему глубокому убеждению, это вопрос не столько и не только здравоохранения, а вообще социального благополучия нашей страны. Вот я когда вас слушал, простая мысль в голову пришла. Очень хорошо, что Единая Россия привлекает профессионалов. Чтобы качественно работать над отраслевыми законами, нужно быть специалистом в отрасли. Тема настолько важна, что ее вполне, наверное, не только можно, но и нужно отразить именно в законодательных актах. Но над этим нужно, как следует, конечно, поработать. Актуальной темой остается и жилье. В 2012 году в России начали активно заниматься расселением аварийных домов. Но сейчас, спустя несколько лет, возникают новые проблемы. В следующем году заканчивается программа расселения аварийного жилья, признанного таковым на момент 2012 года. Понятно, что не все регионы одинаково справляются с этой программой. Но я уверен, что благодаря всеобщему усилиям, в том числе и общественного контроля, мы достигнем цели. Но сейчас есть еще одна проблема. Растет количество аварийного жилья, признанного таковым уже после 2012 года. И сейчас уже насчитывается такого жилья порядка 11 миллионов квадратных метров. Конечно, мы должны думать о том, что делать дальше. У нас есть еще такое понятие, как ветхое жилье. И чего мы точно не должны делать, это расширять количество жилья, которое попадает в разряд аварийного и ветхого. Вот чем надо заниматься. Надо своевременно заниматься капитальными и текущими ремонтами. Постоянно содержать жилье в надлежащем виде. Вот что нужно делать. Иначе объемы этого аварийного жилья будут возрастать просто непомерными темпами. Но это не значит, что мы должны прекратить эту работу. Конечно, мы должны ее продолжить. Вместе с тем, нужно внимательнее посмотреть на то, что мы делаем и как мы делаем сегодня. С темой жилья тесно связан и другой вопрос – газификация территории. Во многих регионах России сотни населенных пунктов по-прежнему остаются без газоснабжения. На встречах избиратели, особенно представители села, поднимали вопрос и довольно остро реагируют. На газификацию практически нельзя сказать, что там не прошла газификация. Но это настолько мало, что молодые люди покидают свои родные места, уезжают в города. И Москва, и Ярославль, и Санкт-Петербург. Мы обратились к господину Миллеру, но без вашей поддержки и помощи, наверное, нам будет очень трудно пробиться и в решении этого вопроса. В «Газпроме» есть план соответствующий. Мы его возьмем, тоже взглянем, что там по центральным районам России делается и планируется. Это должно быть сопряжено. А здесь, кстати говоря, обращаюсь к тем коллегам, которые будут избраны и по партийным спискам, и тем более по одномагнатным округам, но так или иначе будут иметь дело с этими регионами. Нужно плотно работать с региональными властями. Почему? Потому что «Газпром» подводит только большую основную трубу, магистральную, а всё распределение дальше должны делать регионы и муниципалитеты. И это должно быть совмещено, чтобы не было так. А так иногда бывает. Магистральная труба подошла и спокойно себе в поле там и куда-то в другие регионы ушла. А газ никто не разбирает. Вот нужно, чтобы такого не было никогда. Давайте вместе с вами и поработаем. Чрезвычайно важная вещь. Полностью согласен. «Газпром» начинает добывать. Уже начал добычу и на Сахалине, и в Сибири. И всё это будет использоваться не только для экспорта, но и для внутреннего потребления, и для газификации. И есть ещё и план соединения газотранспортных систем Западной Сибири, те, которые уходят в европейскую часть, и с добычными активами на Востоке. А тогда вообще будет совсем комфортно и будет намного проще газификацию проводить регионов Дальнего Востока, Восточной Сибири. Но тоже это требует времени и, конечно, денег требует. А здесь, в Центральной России, тем более, это нужно делать. Здесь база уже создана давно. Будем работать. Своего рода наказы избирателей накануне выборов поступали и от сельхозпроизводителей. Речь о поддержке села, и в частности об уже принятом законе, который защищает крестьянские хозяйства от произвола торговых сетей, которым производители за право быть представленным на полке платили огромные суммы. Мы увидели то, что наши производители живы, и они полны оптимизма. И они верят в то, что закон их реально защитит. Вот то решение, помните, по премии снижения 5% с оборота, вот мы посчитали совокупно по стороне, даже вот эти 5%, они для наших производителей эквиваленты 250 миллиардов рублей. Это колоссальные средства, которые должны остаться у них. Это то, что они пустят на развитие, на расширение ассортимента, на снижение цены. То есть то, что позволит им вздохнуть. Я знаю, как трудно шел этот закон. Я знаю, кстати, о том, что сейчас все пытаются отыграть назад, открутить этот счетчик. Это, конечно, этого нельзя допустить. И точно, совершенно мы будем держать это в поле зрения, и вас просим это сделать. Надеюсь, вы все в Думу попадете, будете так же активно работать там, не упустить это из вида. Но и фасу, конечно, надо поручить. Мы это сделаем, Дмитрий Анатольевич слышит и наверняка с нами согласен. Поручение, конечно, антимонопольной службы мы дадим. Персональной Ирине Ировой президент предложил подумать о принятии поправок к внесенному ей пакету антитеррористических законопроектов. В частности, речь идет о требовании к операторам связи хранить огромные объемы данных. Вы были одним из авторов, ну, видимо, основным автором закона, связанным с хранением данных нашими операторами. Вы знаете, сколько много там вопросов было в этой связи. Мы, разумеется, должны использовать любые технические возможности для обеспечения безопасности граждан. Мы видим, что творится в мире, и думаю, что ни у кого нет сомнения в том, что мы должны предпринимать максимальные усилия для обеспечения безопасности людей. Вместе с тем, если это можно сделать, не разрушая бизнес наших крупных операторов, то, конечно, нужно идти именно этим путем. Поэтому мы договорились, там решения приняты все, но нужно, и я вас прошу об этом, правительство знает, и министерство связи этим занимается, нужно внимательно смотреть, что происходит, и если все вместе увидим, что, возможно, решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложное положение условия, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы нести в будущем. Владимир Владимирович, абсолютно согласна. В законе заложена норма, что два года есть у правительства для того, чтобы найти как раз самое умное, самое эффективное и адекватное решение, которое позволит и сохранить интересы отрасли, и защитить интересы граждан. Мы абсолютно готовы к этой работе. Вопрос, которым в доме нового созыва обязательно придется заниматься. Оборонная политика, боеспособность вооруженных сил страны должна оставаться на высоком уровне. Просьба вашей поддержки, чтобы мы дальше продолжали сохранять тот уровень боеготовности и боеспособности наших вооруженных сил, силовых структур, чтобы не было даже желания подумать об этом, не то что еще что-нибудь попытаться сделать. Думаю, что уже никто и не думает. Ноносительный какой-то... Во время избирательной кампании единороссы получали наказы и от жителей Крыма и Севастополя. В этих регионах России 18 сентября впервые будут избирать депутатов Государственной Думы. У меня благодарность к вам от всех крымчан. Спасибо большое, что вы вернули нам Родину. Спасибо, что мы можем разговаривать сегодня на родном русском языке и не переживать за наших деток, которые ходят спокойно в школу и учат нашу историю. И крымчанам, и севастопольцам спасибо за то, что вы такие, какие вы есть. Это такая очень хорошая прививка патриотизма, сплоченности для всей страны. Что касается текущей жизни, то хотел бы сказать, что здесь перед вами и перед нами еще очень много задач стоит. Потому что, всем хорошо известно, предыдущие десятилетия мало внимания уделалось с этой территории, когда она находилась в составе другого государства. Совсем мало. Более того, я-то точно знаю, потому что общался со своими коллегами, да и сейчас с некоторыми продолжаю общаться. Из Крыма вынимались ресурсы и направлялись в другие территории. Выделили дополнительные ресурсы. Вот я почему сейчас об этом говорю. Я уже и руководителю Крыма говорил, и новому, значит, исполняющему обязанности губернатора Севастополя. Мы внимательным образом будем следить за тем, как эти денежные средства расходуются, как они осваиваются. Дмитрий Анатольевич об этом тоже знает. Он тоже уделяет этому внимание. Президент пожелал кандидатам в депутаты удачи на выборах и напомнил, завоевав доверие избирателей перед голосованием, они должны оправдать его своей работой в Государственной Думе. Павел Краснов, Ольга Меркулова, Антон Чуковский, Первый канал. Напомню, до выборов в Государственную Думу, в которых участвует партия «Единая Россия», осталось меньше двух недель.